Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в городе-курорте Анапа. Меня зовут Юрий Озаровский. Вам всем привет, Черноморский. Сегодня на улице идет дождь, и он будет у нас весь день. Последний день, когда у нас плюс 16, дальше температура идет уже на понижение. Из важных новостей, ребятки, вчера наши люди подсняли на ВДНХ, как будет выглядеть новая Анапа. Давайте посмотрим с вами видеосюжет. Всем привет! У нас на ВДНХ, в рамках форума выставки всякие, зашел и первое, с чем столкнулся, новая Анапа. Это наша коса, вот наше благо, вот здесь где-то наше место, лавочки, а вот что будет с нашими полями. Полей не будет, ничего не будет. Природы не будет, зато будет много народов. Тут развлекало, я так понимаю, проживание. Не знаю, как это будет выглядеть на Лимане, который все время воняет. Вот голенькая, кстати. А тут отели наши. Вот ваше благо. Комментариев, конечно, в соцсетях очень много и все в основном негативные. Есть те, кто, конечно, рады, что будут развиваться наши курорты, но в основном все люди переживают за то, что прощай зелень и все будет в бетоне. Очень много вопросов по тому, как там будет организован порт. Он показан тоже там в конце. Возле косы голенькой, туда должны будут заходить какие-то яхты в Лиман. В общем, вопросов очень и очень много, как это все будет развиваться. По очистным также пишут, куда будет сливаться. Обещают, что построят Долговеченской новые очистные. Подъездные пути будут вдоль Лимана, вроде как на сваях. Ну, в общем, будем глядеть, смотреть. От нас, в общем, ничего особо и не зависит. Нас никто не спрашивал, хотим мы или нет. Нам преподнесли то, что мы должны смириться с тем, что будет новая Анапа. Хотя бы со старой справились. Сегодня, несмотря на такую погоду, что идет дождик, мы отправляемся на море. У меня будет тренировка на кайте под дождем. Но сегодня очень хороший плотный ветер. От 11 до 18 метров в секунду. Попробуем, как говорится, затестить море. В море снимать не буду. После прошлого раза надо взять перерыв. Но прогодиться туда и показать, как у нас сейчас река вышла уже из берегов, я думаю, вам стоит. Но сейчас по Пеневскому проспекту прокатимся непосредственно до самой речки Можипсин. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вы только посмотрите, что происходит, ребята. Речка Можипсин переполняется. Тут даже дорогу под мыло проваливается. Мостик под водой. И это говорит о том, что речка выходит уже из берегов. И там все затопило. Вот это да. Вот это погода, ребята. Но кайтеров настоящим все не почел. Сейчас хоть море посмотрим. И потом надеюсь, что мы с вами еще... Нет, я вас не буду брать, потому что, ребята, очень опасная обстановка. Я сам немножко покатаюсь. Самые треста там единственные пока и с кайтеров Александр уже раскладывается. Вот это да. Тут плыть придется сегодня. Как-то пройти, обойти. Ёб-макарек. Ну ладно. Полезли. Колючки. Все ради моря. Огонь. Просто огонь. Приключения Адапы. Впрочем, не поехал я сегодня по Пионерскому проспекту полностью, потому что водичка кончилась. Ой, водичка. Бензинчик. Если водички заправлялись, мы были бы суперсчастливы. Когда-нибудь дождемся таких двигателей. Фу, на водороле. Поймала меня все-таки колючка. Но пока приходится заезжать на заправочку. Фу, прорвались. Как лес. Все это выглядит. Ну и погода. Ветер сегодня продувает. Очень приличный. Где-то метров 10-12. Тут я не пройду. А значит, конкретно обходить мусор. Видите, сколько люди бросают. И это дает возможность очень хорошо покатать. Единственный минус это, конечно, дождь. Вот это да. Тут мы еще в зону турбулентности попадаем. И полностью начинаем ощущать уже весь ветер. Как же больно дождь бьет. Я что-то сомневаюсь, хочу я сегодня тренироваться или нет. Вы только посмотрите, как затопило реку Можепсин. Здесь полностью все в воде стоит. Вот такая природная стихия. Хотя она уже даже соединилась с морем. И протекает. Александр. И что он дома не сидит? Мы ждали этого целый год. Когда придет настоящий южный ветер. Сегодня он пришел к нам. Порывы до 20 метров. Два отважных райдера. Я и Юра. Собираемся покорять море. Я еще под вопросом не надо. Я так понимаю. Саня подключает свой кайт. Семерочка у него. У меня есть только девятка. Но я думаю, что и на девяточке мне будет очень хорошо. Вы посмотрите, как видоизменилось побережье. Дождь бьет больно по лицу. Какое море. Она вообще не видна из-за дождя. Поливает, но очень сильно. Ладно, не буду мочить камеру, ребятки. Запишу потом, после того, как покатаюсь, вам уже отзыв о том, получилось оно или нет. И какие ощущения от такого моря. Сегодня волны больше двух метров приходят. Это очень круто. Аааа, пошел я переодеваться. Еще Дмитрий приезжает. То есть у нас три отчаянных кайтера, любящих ветер и море, насобиралось. Ну дай бог нам сил. Саню запустил, он уже пошел тестировать волны. Но мне осталось еще переодеваться. Я вылез, ребят, из моря. Сейчас уже три часа. Это не записывалось это видео сначала где-то часиков в 11. Да, в 11, в 11.35 мы зашли в море. Сейчас плюс 14, как и было по прогнозу сегодня указано. Невероятные просто ощущения. Они передаваемые, потому что там то, что до сих пор поливает дождь. Он приходит там то сильнее, то слабее. Ветер все продолжает где-то метров 10. То есть небольшая просадка. Сегодня были, Саня говорит, самые большие прыжки. У меня где-то метров 7-8 в высоту. Представляете, Юра взлетал. Эти 110 килограмм летали выше наших дюн. И Саня сказал, что сегодня самый такой прям крутой день. Также из-за интересного сегодня было три ярко выраженных лайнапа. Это место, где разрушаются волны. То есть получается первая, вторая и третья мель. Если в прошлый раз, когда там чуть не утонул, работала только первая, вторая, то сегодня волны были настолько большие, что работала еще и третья мель. И вот между второй и третьей мелью там волны приходили 2,10, 2,20. Где-то не самые большие, которые я видел в своей жизни. Я никогда не забуду эти 3-4,5 метра волны, которые приходят в два раза больше, чем ты. И сегодня, знаете, так спокойно к ним относился. Ну, в принципе, было просто классная, великолепная каталочка. Сейчас у меня есть шанс, всякак, 3 часа дня успеть заехать на восточный рынок и купить, наконец-то, хамсы. Хочу попробовать, возможно, она есть в продаже. Но если ее сейчас нету, потому что уже шторм сегодняшний точно нету, то будет очень грустненько. Но нам здесь повезет. Так что сейчас все-таки давайте прокатимся по Пионерскому проспекту, сам город Анапу, и заедим на восточный рынок за хамсы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В общем, Анапа, Квергмарский дворик на солдатских матерей. Все работает, это хорошо. Самое главное, чтобы где-то конец досталась хамса. Я уже неделю страдаю, что не могу приобрести себе. Можно посмотреть, что есть на рынке. С рыбой хамсом я точно обломан. Как Юрий решил есть и все больше нету. Шторма как закончится, возможно опять пойдет. Здесь вкусные яблоки недорогие, продают и форму. Купил я себе яблок килограммчик за 70 рублей. Прям печалька с этой хамсой в этом году у меня. Ну так бывает. Мандарины по 150 рублей. Причем Грузия, Абхазия говорят в этом году по закупам их 180-190. Просит в основном все мандарины везут непосредственно на Москву. Ребятки, яблочки по 70 в этой точке. Хорошее такое место, постоянно там беру. И хурма по 130 и по 150 рублей. Такие вот ценники на фрукты сезонные сейчас у нас. Ну вам всем передаю привет Черноморске. Надеюсь, сегодня со мной накатались, нагулялись, наобщались и крепко обнимаю. Спасибо, что смотрите, ребятки. Пишите в комментарии, как там у вас погода, какие у вас цены на вот эти же фрукты. Будет интересно узнать. Ну и какие планы строите себе на Новый год. Пока.